Всем привет, ребят! С вами Юля Фиолковская, и сегодня я бы хотела рассказать вам о самых нужных, на мой взгляд, приложениях в вашем телефоне. Поехали! Ну что ж, ребят, вот, собственно, мой телефон. Как вы догадались, это iPhone. И у кого тоже iPhone, ставьте лайк, посмотрим, сколько нас таких яблочников. Но перед тем, как перейти к обзору всех моих приложений в этом телефоне, я бы хотела поделиться с вами своей философией использования телефона. В общем, я сторонник минимализма, и я очень не люблю, когда в телефоне собрана куча ненужных приложений, 10 тысяч окон, вот, и когда люди захламляют свой телефон фотографиями, я тоже это очень не люблю. В общем, ребят, если вы не пользуетесь приложением каким-то уже месяца два, удаляйте его. Удаляйте и не жалейте. В любом случае вы сможете его скачать всегда, если оно вам вдруг срочно понадобится. То же самое с фотографиями. Сейчас куча облачных хранилищ. Ну, загрузили туда, скачали на свой компьютер, в архив какой-нибудь, и не парьтесь. Вообще, зачем захламлять память телефона? Потом думаете, что же удалить? Что же у меня памяти не хватает? В общем, ребят, я вам сказала, вот, и я люблю, чтобы телефон был всегда чистым. А теперь поехали к самим приложениям. Так вот, на первой странице, естественно, полный набор социальных сетей. Куда же без них? Я без них жить не могу. Одноклассники, ВК, Инстаграм. Кстати, не забывайте подписываться, кто еще не подписан. У меня здесь очень много прикольных фотографий. Я путешествую вообще очень много. Вот, последнее время. Вот, и если кто-то вдруг соскучился по каверам, я тоже частенько их сюда загружаю. Так что вы можете посмотреть здесь всю актуальную информацию. Ну, в общем, вы поняли? Подписываемся. Ютуб. Ну, куда без Ютуба? Без Ютуба мы жить не можем, конечно. Вот, дальше. Я очень люблю красивые фоточки. Ну, вы это уже поняли. Вот, поэтому у меня есть такое приложение, как Призма. Что оно делает? Оно просто делает фоточки необычными. Вот такими вот прикольными. Вот не особую такую фотку можно сделать интересной. Ну, конечно, не таким жестким эффектом, а немножко так накинуть. И какие-то текстурки добавляются, и непонятные цвета, уже что-то интересненькое. Ну, вы поняли. Вот, дальше. Я вообще человек музыкальный. Вот. И очень люблю слушать какую-то необычную музыку. И если вдруг я ее не знаю, мне нужно срочно, вот просто срочно, чтобы мне сообщили, как она называется, чтобы я ее могла 10 раз послушать. В общем, я делаю вот так, и Шазам мне сразу сообщает, что это за автор. Вообще, это какая-то находка. Разработчики красавчики просто. Ну, вы поняли. Дальше. Репост. Ну, по сути, программа с одной функцией. Репостнуть фотографию из Инстаграма в свой профиль. Ну, и, собственно, все. Вот. Дальше. Скайп. Ну, пользуюсь я не часто им. Ну, когда мама позвонит, бывает. Ну, вы все знаете, что такое скайп. Поехали дальше. Навигация. Это вообще очень важная тема. Навигатор и 2GIS. Ну, в общем, 2GIS больше используется по городу. Очень классно. Все адреса, я не знаю, маршруты к дому, к подъезду. Очень крутая вещь. И навигатор. Ну, вы там по межгороду, я не знаю, едете, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве. Вам очень нужная вещь показывает даже скорость, с которой двигается ваш водитель. Так что будьте начеку. Вот. Дальше. Сбербанк. Блин, ну Сбербанк, он всегда рядом. Ребят, Сбербанк онлайн. Это вообще классная вещь. 21 век на дворе. Очень удобная штука. Ну, вы уже поняли, что я люблю всякие фоточки. Поэтому у меня есть такая программка для создания классных фотоколлажей, как Миксо. Миксо это вообще находочка. Вот берем, нажимаем автоколлаж. Выбираем какие-нибудь прикольные фоточки. Вот так вот, 4 штучки. Нажимаем галочку, и оно нам раз и выдало какой-то интересный результат. Достаточно необычный, да? Решение такое прикольное. Вот, перемещаем, что-то вот увеличиваем, что-то как-то переносим. Ну, вы поняли, подстраивайте под себя, выбираем фон, набираем градиент, добавляем какой-то цвет. И получается уже достаточно необычно. Можно добавить всяких стикеров. Ну, в общем, вы поняли, программка очень полезная. Дальше. Алиэкспресс. Ну, куда же без Алиэкспресс? Куча товаров. Я вообще не знаю. Я очень много покупок делаю в интернете. Вот, ну, очень много. Кто-то даже телефоны, бытовую технику покупают в интернете. И я считаю, что покупки через интернет – это вот просто 21 век. И магазины, мне кажется, скоро уже вымрут. Потому что это очень удобно и очень классно. Дальше. Возле Алиэкспресс у нас есть такой классный сервис, классное приложение, как SmartySale. Что такое SmartySale? Это вообще здоровский кэшбэк-сервис умных покупок. Ну, кто не знает, что такое кэшбэк, это значит, ну, деньги назад. То есть, данный ресурс возвращает вам часть денег, которые вы тратите на покупки. Вы понимаете, да? Смотрите. Вы заказали на Алиэкспресс классное платье за 100 долларов. И этот сервис с этой покупки возвращает вам 5 долларов на ваш счет. Понимаете, да? То есть, вы можете купить на Алиэкспресс, на ebay. Тут куча разных магазинов, очень высокие ставки по кэшбэку. И этот процент они возвращают вам деньгами, как на карту вашего банка, любого абсолютно, так и на пополнение вашего мобильного счета. Это очень удобно и происходит это практически мгновенно. В общем, чтобы вам было удобно пользоваться, устанавливайте приложение. Обязательно установите себе расширение в свой браузер, чтобы не пропустить свой кэшбэк. Ссылочку я оставляю в описании. И не упустите шанс сэкономить на своих интернет-покупках. Это очень классная вещь. Все девочки очень любят красивые фотографии. Но мы не всегда хорошо на них получаемся, верно? Верно. Так вот, лайн-камера, это приложение, настоящая находка. Это ходячий мобильный фотошоп. Что он делает? Показываю. Загружаем фотографию, нажимаем ретушь. Девочки. У всех у нас не совсем идеальная фигура. Ну, вы это знаете, да? Так вот, чтобы нас как-то схуднуть, да? Что-то убрать, какие-то ненужные, непонятные вам моменты. Мы делаем вот так. Вот так. Оп. Так по большей области выбираем. Так вот вправо. Оп. 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 И я худышка. Девочки, посмотрите, какая красота. Сравним с оригиналом. Да? Нормально? Нормально. Девочки, тут можно кое-что еще увеличить. Ну, если вдруг природа вас не особо сильно одарила этим даром, то смело вот так потихонечку вот что-то чуть-чуть вот так пририсовываем. Вот. Ну, и что-то тут увеличилось. Вот. Девочки. Также здесь можно почистить кожу от прыщей, выровнять тон лица, изменить цвет глаз, форму носа, я не знаю, волос, нарисовать себе улыбку, если вы забыли улыбнуться на фотографии. В общем, девочки, приняли во внимание, установили, и никому об этом не говорим. Поехали дальше. И следующее приложение это Яндекс.Такси. Очень классная вещь. Не знаю, как у вас там в Москве или Санкт-Петербурге, но в Краснодаре именно это такси приезжает всегда с самым первым и действует безотказно. И я вообще считаю, что это 21 век, никому не надо звонить, просто зашел в приложение, оставил заявку, машина приехала, тебя забрала, и все. И очень круто. Следующее приложение называется Snapseed. Что это такое? Это очень полезная вещь для тех, кто любит темные фотографии делать в темноте. Так вот, она у нас выравнивает вообще вот тон фотографии, так скажем. Ну, тут куча всяких настроек есть. Ну, в общем, смотрите. Нажимаем коррекция. Выбираем световой баланс. Вот так вот уводим, уводим максимально. Вы посмотрите, ну, совсем другая тема, да, получилась. Смотрите. Было, стало, было. Вообще фигня какая-то. Ну, круто же, да? Смотрите, какие текстуры, цвета. В общем, ребят, тут можно много всяких фишек по редактированию, даже фильтры, резкости и так далее. И вот эта тема очень классная. Поехали дальше. Следующее приложение – это Snapchat. Ну, вы все знаете, что такое Snapchat. Ушки, глазки, мордочки всякие. Ну, в общем, тоже прикольная вещь. Когда вам грустно, заходите в Snapchat, кривляйтесь, и сразу настроение повышается. Следующее приложение – это InShot. Ну, порой бывает так, что нам нужно склеить там пару-тройку видеороликов в один, загрузить в Instagram, чтобы все посмотрели, порадовались за нас. И вот эта штука очень классная в использовании, очень простой интерфейс. И чем он отличается от всех остальных? Тем, что вот этот парень не создает огромных логотипов в вашем углу, там, видео. И он не просит купить какие-то платные версии непонятные, то есть расширения дополнительные установить. В общем, ребят, вот это приложение классное. Скачивайте, я думаю, вы им запросто сможете пользоваться. Следующее приложение называется Pixo от создателей Mixo. Ну, если вы догадались. Что прикольного в этом приложении? Прикольные здесь, знаете, такие фильтры. Они необычные какие-то. В общем, берем фотографию, делаем редактор. Ну, тут тоже все возможности редактирования, но фильтры тут необычные такие вот. Вот, например, там, накидываете фильтрик, там, уменьшаете его, там, увеличиваете. Ну, как хотите делаете. Вот. Ну, всякие штуки, в общем, можно делать. Тексты, стикеры и так далее. Просто мне здесь нравятся очень сильно фильтры. Следующее приложение это Moment.com. Я не знаю, как я жила без него раньше. Заходим. Смотрим, что это вообще такое за приложение. Оно создает ваши мультяшные карикатуры. Ну, это так весело, забавно, прикольно. Смотрите. Значит, это Сева. Что он здесь делает, я не знаю. Вот, берем вот так вот. Оп. Вот, заходим, вот мы что-то там с фонариками делаем, да? Ну, какая-то прикольная штука. Я вам сейчас покажу. Даже в Инстаграме у меня есть такие фотографии, если кто не видел. Вот, я играю в боулинг. Кто не знал. Дальше. Ой, вышло. Я вот здесь вот. Мы путешествуем. Ну, круто же. Ну, вообще интересно. В общем, устанавливаете, прикалываетесь над друзьями. Я не знаю, что хотите делать. Дальше. Очень важное приложение, как шашки. Чем играть во всякие завоевания, я не знаю, там, поселенцы и так далее. Лучше заставляйте свои мозги шевелиться. Это вам реально поможет и в учебе. Скоротать время в самолете очень классно помогает. Вот. Следующее приложение тоже игрушка, линия, типа птички, которая не падает. Нажимаем play и поехали, линию. Ааа. Она очень такая, ать, и все. Следующее приложение называется 2048. Тоже такое математическое, заставляет думать вашу голову. Вот. В общем, заходим. Играть. И собираем цифры на увеличение. Вот так вот так. Вот так. И в итоге мы должны дойти с вами до 2048. Вот. Ну, принцип приложения вы поняли. Тоже помогает скоротать очень хорошо время. Вот. И весь остальной хлам приложений, которые мне вообще в принципе не нужны, я храню в папке приложения. Их здесь достаточно много. Вот. Они здесь все ждут своего часа, когда же они мне пригодятся. Но пока они мне не пригодились ни разу. Вот. Поэтому всем советую держать свой телефон в чистоте и порядке. Ну что, ребят, я показала вам все приложения, которые есть у меня в телефоне. Единственный минус iPhone в том, что из-за политики конфиденциальности данной компании этот девайс не может вести запись разговоров. То есть это очень неудобно, потому что запись разговоров это очень полезная и классная вещь, которая выручает во многих спорных ситуациях. Ну, например, вам кто-то звонит, а вы сонный. Ну, вас только разбудили. И вы не помните, что вообще говорили этому человеку. Потом раз прослушали, ага, вот что мы, оказывается, говорили, вот с кем мы договорились. В общем, если у вас не iPhone, а Android, устанавливайте себе запись разговоров, она вам обязательно когда-нибудь допоможет. А также пишите, какие приложения установлены в вашем телефоне и пользуетесь ли вы какими-то приложениями, которые есть у меня. Так что мне будет интересно почитать у кого что есть. И, кстати, напишите, сколько у вас фотографий в вашем телефоне. У меня в моем телефоне 34 фотографии. А сколько у вас? Ну, и если вам понравилась такая техно-блогерская тема на моем канале, обязательно пишите об этом в комментариях. И я, возможно, сравню для вас Samsung Galaxy S7 и iPhone 7. Так как этими девайсами мы пользуемся уже полгода, даже больше. И нам есть что сказать. В общем, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно делитесь своими мыслями и комментариями. И до новых встреч. Пока-пока.